Сегодня поутру большая беда с труднопредсказуемыми, отдаленными последствиями как экологического, так и социально-экономического характера обрушилась на Средний Уральск, где вот-вот дыхнет наладан разом миллион курочек, которых людям уже, видимо, не съесть. О сокращении штата среднеуральской птицефабрики на 911 человек, то есть полностью, максимально, объявлено приказом гендиректора Максима Максимова. Так, владельцы и руководство, пусть и не самого-самого, но все ж одного из флагманов уральского птицеводства, достаточно болезненно, прям-таки суицидально отреагировало на судебное решение об остановке производства по иску прокурора Верхней Пышмы об устранении нарушений пожарной безопасности. Срок для устранения, правда, истекал только в ноябре этого года. Проблемы преследовали птицефабрику уже достаточно давно. Прессовали ее и местные жители, заваливавшие всевозможные инстанции жалобами на вонь от помета, так и всевозможные инстанции карательными мерами по самым разным причинам. От очистных сооружений, которые предприятие все-таки делало, делало и сделало, до долгов по заработной плате рабочим. Вот что рассказывает владелец предприятия Андрей Косилов о визите приставов и судебном решении, которое им нужно исполнять. Цитата. Они приехали обсудить с директором вопрос, как они собираются ее закрывать. Это все очень сложно комментировать, скажу только одно. Дело было поручено судье, которое планировало в понедельник начать рассмотрение экспертизы, определение реальных угроз людям и так далее. Вдруг решением, не знаю кого, это вы уж сами разбираетесь, назначен другой судья, который, не пригласив нас, не выслушав наши аргументы, сразу определил закрыть фабрику. Как будто нет там тысячи работников, как будто нет там живой птицы, которая реально поддохнет. Ну что, кому-то рядом с городом нужен миллион сдохшей птицы, что ли? Конец цитаты. Теперь фрагмент заявления гендиректора Максима Максимова. Цитата с портала Е1. Если завтра мы остановим предприятие, произойдет экологическая катастрофа, птицы умрут. Самое страшное это то, что произойдет с людьми. У них кредиты, дети, произойдет социальный взрыв. Речь идет о сотнях миллионов рублей убытка в случае остановки процесса. Год потребуется на повторный запуск. Сейчас мы ставим центр занятости в известность о приостановке деятельности предприятия. Вечером буду говорить с людьми. Конец цитаты. Проблемы уволенных работников очевидны. Для них это, конечно же, гигантская проблема, дальнейшие трудоустройства. Что же касается рынка, то он от таких событий может, конечно, и пошатнуться, но не рухнуть. С точки зрения торговли ситуация такова. По оценке владельца сетей супермаркетов Кировский Игоря Ковпака, еще одна цитата. Среднеуральская птицефабрика небольшая. Удельный вес ее продукции в Свердловской области был небольшим. Самые ведущие птицефабрики у нас две. Свердловская и Ревкинская. Вот они стратегически важны для жителей области. Конец всех цитат. И на прощание одна цифра. По собственным оценкам, птицефабрика Среднеуральская занимает от 10 до 12% рынка мясоптицы на Средней Уральщине.